С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 28 октября. В России отмечают один из замечательных и душевных праздников – День бабушек и дедушек. Этот день, естественно, для многих является своеобразным напоминанием о наших родных, любимых людей, без участия которых зачастую ни одно детство не может считаться полным, ярким и запоминающимся. День бабушек и дедушек достойно дополняет череду всевозможных семейных праздников. В 1948 году, 28 октября, в Советском Союзе сформирована первая эскадрилья, оснащенная вертолетами. Дело было в подмосковном Серпухове. С этого момента, по сути, начинается формирование армейской авиации, как отдельного рода войск, день которой отмечается сегодня. Ну и еще Международный день анимации. В Париже художник-изобретатель Эмиль Рейно созывает зрителей на новое доселе никем не видное зрелище – оптический театр. Талантливый изобретатель впервые публично демонстрирует свой аппарат про ксеноскоп, который показывал движущиеся картинки. Эта дата и становится отправной точкой отчета в рождении анимационного кино и была выбрана в качестве празднования международного события. Ну а теперь о родившихся. 1469 год. В этот мир приходит Эразм Руттердамский, крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный князем гуманистов. Эразм подготовил первое издание греческого оригинала Нового Завета с комментариями, положив начало критическому исследованию текста Библии. «Ненасытный богач остается беднейшим из бедняков. Никакие житейские блага не будут нам приятны, если мы пользуемся ими одни, не деляя их с друзьями». Джонас Эдвард Солк родился в 1914 году. Американский микробиолог, изобретатель вакцины против полиомелита. А в 1936 появился на свет Роман Виктюк, театральный режиссер, руководитель театра. Его работы «Заводной апельсин», «Соломей» и многие другие известны публике. Виктюка называют классиком театральной провокации, которая, по его мнению, требует высокого артистизма, владения актерскими техниками, личностными достоинствами и, прежде всего, любовью к людям. Билл Гейтс родился в 1955 году. Глава фирмы Microsoft – один из самых богатых людей планеты. А в 1963 году родился Эрос Ромазотти, или Ромацотти – итальянский певец и композитор, один из наиболее популярных итальянских солистов современности, известный в англоязычных странах Европы и в испаноязычных странах, поскольку большинство своих альбомов он выпустил на итальянском и испанском языках. С 1984 выпущено 11 студийных альбомов, три сборника, три концертных альбома, а также 46 синглов, каждый из которых довольно высоко стоял в чартах «Нового света», а также в Южной и Центральной Америке. За 25-летнюю карьеру Эрос Ромазотти смог продать более 100 миллионов дисков. Джулия Робертс – американская актриса, появляется на свет в 1967 году. К тому же она еще и продюсер. Украшала такие картины, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Мачеха», «Красотка» и многие-многие другие, сегодня ставшие уже классикой кино. За роль в ленте Эйрин Брокович в 2001 году получила статуэтку «Оскар». Джулия Робертс – одна из трех самых высокооплачиваемых актрис в мире, чей гонорар достиг суммы за роль в 20 миллионов долларов. Ну а фильмы, в которых играл Робертс, собрали более 2 миллиардов долларов, что вывело ее на первое место среди всех актрис мира по кассовым сборам. Событие дня. 1237 год. Первое упоминание о Берлине. День рождения города. Он располагается на берегах реки Шпрее, в связи с чем Берлин называют Афинами на Шпрее. Город возник из парного города Берлин-Кёльн. Кёльн был расположен на острове, на реке Шпрее, а Берлин напротив него, на восточном берегу. 1571 год. Через два года после смерти своей второй жены, Марии Черкасской, 41-летний русский царь Иван IV в Троицком соборе Александровской Слободы обвенчался с Марфой Васильевной Собакиной, 19-летней дочерью захудалого коломенского дворянина, дальней родственницей Малюты Скуратова. Невестой государя она стала после победы на смотринах по Карамзину. Из всех городов свезли невест в Слободу, знатных и незнатных, числом более двух тысяч, и каждую представляли ему особенно. Но вечером того же дня новобрачная слегла и 13 ноября скончалась. Похоронили ее с царскими почестями в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. Вот так оно бывает. В 1880 году еженедельник Nature опубликовал письмо из Токио о бороздках на коже кисти рук шотландского хирурга Генри Фолтса, где тот обращал внимание на уникальность отпечатков пальцев и предлагал использовать этот факт в криминалистике. «Если на месте преступления, писал Фолтс, найденные отпечатки пальцев, они могут привести к обнаружению преступника. Я уже дважды проверил это на практике. У всех опасных преступников следовало бы после вынесения приговора отбирать отпечатки пальцев и хранить их. Основной тип пальцевого узора не изменяется на протяжении всей жизни человека и поэтому может служить более эффективным способом идентификации, нежели простая фотография». 1886 год. Президент США Гровер Кливленд открывает статую свободы, установленную на острове Бедлоу у входа в гавань Нью-Йорка. Пышная церемония сопровождается салютом из 21-го пушечного выстрела и грандиозным фейерверком. Гигантский монумент, подаренный США-Францией к 100-летнему юбилею Американской декларации независимости, сооружен по проекту скульптора Фредерика Гюста Бартольди. Стальную конструкцию статую разработал сам Гюстов Эйфель. 1922 год. Около 25 тысяч итальянских фашистов, одетых в одинаковой черной рубашке, отправляются с координированным пешим маршем на Рим с четырех разных сторон. Их лидер, 39-летний сын кузнеца из глухой деревушки Бенита Муссолини, требует для себя пост премьер-министра. Король Виктор Эммануил III не отдает приказ армии остановить этот марш. Поэтому акция чернорубашечников по существу превращается в бескромную революцию. 29 октября король просит Муссолини сформировать кабинет. Так в Италии осуществился фашистский переворот с иронией названной народе «революцией в спальном вагоне». 2009 год. Ангела Меркель назначена федеральным канцлером ФРГ на второй срок. Она первый немецкий политик, который во второй раз возглавил правительство от разных коалиций. Сначала ХДС, ХСС плюс социал-демократы. С октября 2009 года ХДС, ХСС плюс партия свободных демократов. Ну и последнее. 1961 год. В магазин «Грампластинок» в Ливерпуле, магазин Брайана Эпстайна, в 3 часа дня заходит некто Рэймонд Джонс и просит пластинку с записью песни группы Битлз. Брайан, старавшийся, чтобы у него в продаже была любая пластинка, пользующаяся спросом, очень удивлен, так как никогда не слышал о такой группе. В тот же день еще один подросток просит его о записях той же группы. Через пару дней с той же просьбой к нему обращаются целых две девушки. А Джонс Эпстайн узнал, что эта пластинка была выпущена в Германии, но ни в одном из торговавших иностранными грамм-записями магазинах об этой группе никто ничего не знал. Установивший для себя правило, что покупателю отказывать нельзя, Брайан связался со своими многочисленными знакомыми и с удивлением узнал, что Битлз не просто британская, а не немецкая группа, но ливерпульская. Через несколько дней он отправляется в клуб, где выступает заинтриговавший его коллектив. Ну а скоро начнется триумфальное шествие по миру этого великого чуда под названием Битлз. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok